всем здорово готовим бэху к грунтованию и к открасу это будет все в одном как бы тут особо по грунтованию сейчас так расскажу и потом покажу что сделаем здесь кислота кислота ну везде по открытому металлу кислота на вот этих двух элементах будет грунт of the level который идет под мокрый по мокрому тут чуть-чуть с таким извращением будет ну покажем расскажем зачем будет сделан здесь расчищена тоже везде кислота и наполнитель даже здесь саша прочищал там где были сколы вот он еще не под очищал специально оставил показать что именно под сколами происходит хотя она сильно заметно не больше там все что то есть вот вот тут на торце снова хорошо просто сразу вниз это именно там и вот есть сколы тут был мы это понял вытерлась или не было не чувствую но они получаются такие легкие поверхности где есть скольчик поскольку металл оцинкованный там оно все начинает работать потихоньку вот хотя можно было сделать по быстрой технологии прошпатлевать тоненько и покрасить да и через годок вот это вот закрытая под покраской начинает а я типа как видно было я и видео его показывал он внутри и краска не раскрылась те говорю там под ручкой на конца металл на металле понятненько а кстати небольшая такая знаешь как на грунте уйдет тут там где я дергал вчера не выдергалась пришлось протянуть а так все ровно да ну там я не достал просто физически не могу дались да и суда физически сейчас это все мотаются и грунтуется тоненько тоненько грунтуется так чтобы чисто по убирать эти переходы чтобы не наваливать всю толщину а снимать до голого металла не имеет как вчера уже выяснилось не имеет никакого смысла именно ну вот эти боковушки потому что это чисто из-за того чтобы убирать сколы сделать тонкий ремонт слой навалива сожирены не будет добавится к покраске ну примерно там в районе полтинника вместе с краской и лаком если снимать все это дело в ноль это удорожает очень сильно удорожает процесс и как бы как бы нафиг не надо ну час работы там куча наждаков другой тип грунта и понеслась потом потом вы чеши это все дело больше еще так то она все ровно но все равно тут уже не прокатит поскольку есть места которые надо именно чухануть на наполнитель то есть под мокрячок да если бы можно было тогда в круг сюда мокрый по мокрому сразу открашивать уже нажать так зайдем мы к сынку в гости пока у нас были гости тут оклеился уже кислотой все провалил что нужно процедура какая сейчас капот отвален кислотой отвалится он сейчас грунтом мокрый по мокрому откроется потом расклеиваются крылья доработаются кислотой крылья это крыло тоже пройдется мокрый по мокрому а вот тут весь борт пойдет под сухое под сушняк хотим о то и вот то не перетирать наждаком ну раньше там соринки подобрать чуть пробежаться скотчбрайтом обезжириться и окрашиваться то есть этот грунт of the level позволяет окрашиваться на него там в течение трех дней без перетирки без проблем то есть мы этим и займемся посмотрим что тут саша сделал так сами залил бампер целиком по бортам он прошел значит какой прикол сделал он пошел авто левелом у него оставалось капота он прошел по кузову получается носик вот я увидел носик в авто левеле а здесь он по авто левелу прошел еще наполнителем тоненько-тоненько чисто так перебиться то есть не заливали даже все потому что из вот этого всего что видно ну вот это конечно белая где четко видно останется в грунте остальное все перекрется под 0 так тут тут все авто левел или или нет так авто левел у нас вот такого цвета а этот чуть чуть светлее значит это грунт-пополнитель вот авто левел да я знаете как когда не видел самому интересно пройти посмотреть что к чему и что куда тут в отворот под первый краешек чтобы можно было спокойно потом вглубь приклеить валик и прокраситься нормально чтобы не было проблем по планам значит сейчас у нас по времени пол второго ночи да да мы так работает когда очень надо с утра тут слои не толстый поэтому с утра приходим у нас обсуждением шло полным ходом в каком плане с радостью бы снялся капот если бы не гайки которые ни разу ни кем не кручены и если мы снимем капот отсюда есть огромные шансы что точно также его не поставить хотя знаете мне кажется что он уже крученый потому что я вижу какие-то какие-то так вот приближу покажу какие-то движения по гаечкам тут были поэтому мы еще все внимательно с утра обдумаем обсмотрим но такой полигон конечно лучше бы красить снятым это будет более чисто более качественно и не накосячиться на крыльях потому что красить если чего все равно придется мне саня на месте стоим и будет тяжело его про протянуть сейчас я закрою то есть я в принципе со своим ростом я туда дотягиваюсь чтобы пролакировать пройти хоть так дотягиваюсь хоть как в легкую половину перекрываю сынку будет тяжелее количество мусора которое при покраске в сборе как ни крути больше чем количество мусора при покраске в разборе ну такое с этой мысли надо переспать можно было бы покрасить отдельно бампер капот бампер навесные части от бамперов подготовить и красить а отдельно открасить кузов было бы неплохо но посмотрим как пойдет если нет то будем угонять все за один заход кроме навесухи которая сейчас снята ладно размышлений посмотрим почему мы придем утром все решили снять этот баркасик потому что так ну будет удобнее и лучше беру 400 сейчас поподтираем тут ворсинки которые летели из капота изнутри это грунт мокрый по мокрому его весь перетирать именно так чтобы перетирать не обязательно но при одном условии что элемент должен быть ровным в принципе его можно пробежать весь конечно но сейчас четырехсоткой соринки которые ощутимые на руку пройду перебью шести соточки можно принести на бруске пройти его весь вот так у меня погладить можно вообще ничего не делать но тут поскольку цвет такой прикольно симпатичный то его наверное шести соточкой поглажу пройду надежнее будет красить буду отдельно капот бампер и чуть-чуть мелочевки и наверное я попробую ради эксперимента на кузов там много как бы объема тут капот бампер и даже если мелочевку это что вываляется немного вот попробую ради прикола покрасить не включая вытяжку что у меня получится очень интересно узнать ну понятно что я включу вытяжку когда отлакирую естественно так выдуть опыл но так и открашусь в горизонте этот капот я его открашу посмотрю на него если какая-то какой-либо пыл то есть вам нужно понять причину где где и из-за чего в камере есть мусор то есть если при покраске без вентиляции мусора не будет это да это однозначно понятно что сыпет именно с потолка хотя блин раз на раз раскрасили ничего с потолка не сыпало салфетки на выбирала ворсин раскрасили блин есть мусор с потолка как его понять где и от чего сложновато отрёст автолевел замечательно прошла ночь просто ночь в помещении было не жарко градусов наверно 19-20 что-то у нас похолодание летом пришло не высох он трется крошится из пылеотвода без нифига сетка занеслись в камеру все подготовлено вот это вот все что красим проверим заодно кроме того что я хочу покраситься без вытяжки посмотреть на сорность откуда она проверим заодно можно ли условия гаража покрасить водой насколько это сложно насколько это долго и что мы получим на выходе так у нас сейчас здесь разведен силер нужно прогрунтовать вот эти вот элементы силером потому что тут мелкие скольчики слегка протянуты шпаклом чтобы не перетираться в 0 тут в ручках насколько возможно было все заматовано но там силер нам усилит адгези и глянуть что там остается может быть тоненько пройдусь по бамперу там во всяких низовочках на верхней полочке потому что бампер подготовлен под 400 на машинке эти миллиметровый гуляни останется пройду будет мало развел 100 грамм по идее 100 грамм не хватит сейчас тут подачу количество материала по закручиваю почти в нуля слой 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 нужен тоненький 07 2 2 2 2 Продолжение следует... Так, ну по грунту у меня тут еще осталось прилично, поэтому я, наверное, пройду и бампер. Дули-дули, и у меня тут еще осталось даже. Так, ну, есть чуть-чуть туманчик, в камере летает опыл. Оставляю на 40 минут, ничего не трогаю, ничего не включаю. Прихожу после этого, протираю липкой салфеткой капот. Все эти элементы, посмотрю, может где-то что-то надо пошоркать, подтереть. И приступаем как раз. 40 минут прошло, я пошел пообедал. Приходим, проверяем. Тут вот с Ириночкой есть маленькая. Берем ультрафайн уголочком. Самая главная задача, только в одну сторону, в любую, но в одном направлении постоянно. То есть туда-обратно ездить нельзя, когда... Вот притулили, только в одну сторону, в любую. Иначе будет скатываться катушек. То есть он сухой для перетирки, вот такой. Но именно перетирки мотовать по кругу, еще не проканай. Тут я увидел Сариночку. То есть вот так он трется замечательно. Все убирается. Можно спокойно обезжиривать. Ой, господи, бежали. Протирать липкой салфеткой, обезжиривать ничего не надо. Я даже больше скажу, нельзя. Ну так все. Неплохо. Зачем я обрабатывал сам бантер? Да потому что он был подготовлен на 400 лишь. И все. Поэтому лучше, знаете, перестраховаться. И перегрунтоваться. Потому что рисачок... Ну, 400. А 600 чего не перетирали? Чтобы не сделать протиров. Нигде. Чисто так. Такими движениями. Вот такими движениями мы заканчиваем. Так, давайте пройдемся теперь по капоту. липкой салфеточкой. Ага, слышно. Ну, вентиляция не работала. Слышно, что припыл есть. Небольшой, но есть. И его сейчас собираем. Потому что красить на припыл не гоже. Хоть это и селлер, но он тут напрямую не заливался у нас. Поэтому... Вот, видите, беленький, как это все. Селлерочек. А так, раз, и капот сразу полностью хладенький. Все нормально. То есть, припыл селлера, он просто-напросто не прилип. Посмотрим, как оно будет краситься у нас. Это готовая базовая краска, слитая по коду. Еще раз вот так хорошо ее переболтаю. Потому что я ее смешал часа два назад. Хуже не будет, так сказать. Что-то приступаем. Что-то приступаем. Понятно. Продолжение следует... 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 Вы знаете, микро какие-то там, ну, что-то вот как будто упало, да. Ну, нашла, не, кстати, она дошла, она сейчас протереть себя, липкой салфеточкой протру. Поубирал все, и припыльный прошел, как бы на припыльном ничего нет. Ничего, убирать нечего, я не буду его елозить лишний раз липкими салфетками. Когда не надо, не надо. Развел лака, развел полный вообще стакан под горлянку. Посмотрим, как он ляжет. Можно в два слоя его, либо же, если надо нарисовать шагрень, а тут бэховская шагрень. Хотя, блин, машина вся выпиленная. Что же делать с ним? Разливать в стекло или положить в шагрень? Короче, можно положить крупненькие капельки, которые между собой еле соединены, подождать пару минуток и сразу идти заливать. То есть, по принципу полутораслойного, оно только не пыльца, а именно капельки. И влить его. Капот я буду делать сразу, скажу, в горизонте. Я сейчас начну с бампера, с зеркал, с ручек, пощупаю, как себя лак ведет. Потому что, ну, в горизонте капот не страшно делать, но все равно. Я сначала там пройдусь, потом положу капот и отолью его. И заодно посмотрим, сколько расхода будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...